В день матча на подходе к стадиону красно-черные цвета мурома разбавили бело-голубые ротора. Из Волгограда приехал внушительный десант, чтобы поддержать фаворита первенства. Люди хорошие, город красивый. Мы были у вас уже здесь в ноябре, нам все понравилось. Ну, стадион маловато. В сравнении с волгоградским стадионом. А город шикарнейший. Стадион хороший, город вообще шикарный, нравится очень. С каким счетом сегодняшняя игра завершится? Ну, я думаю, что где-то 2-0. Ротор выиграет. Прогнозам волгоградских болельщиков так и не суждено было сбыться. Хотя весь матч, территориальное игровое преимущество было на стороне ротора, Муром умело сдерживал атаки соперника. Пробить грамотную защиту гостям удалось лишь на 78-й минуте матча. И то после того, как муромляне уже 13 минут играли в меньшинстве. За две желтых карточки с поля был удален Александр Надольский. Шансов отыграться, имея на одного игрока меньше, у Мурома практически не оставалось. Однако на последней минуте основного времени Зинович и Волков смогли в два касания доставить мяч во вратарскую ротора. Юрий Першин из убойной позиции не промахнулся. Александр Волков у нас, он всегда играет лучше всех головой. Я знал, что он выиграет эту борьбу и пошел туда. И удачно мне мяч лег на ногу. Я буквально прошел вратаря. Где-то везде мне тоже повезло. Верил, не верил. Я почему-то всегда знал, что мы можем играть с любым соперником на равных. В меньшинстве, конечно, было тяжело, но нам удалось это сделать. И вся команда, в принципе, рада. Первое очко, как-никак. О важности добытого очка, а в компенсированное время волгоградские футболисты не смогли ничего сделать, говорил и главный тренер Мурома. То, что мы приобрели очко, находясь с 66-й минутой в меньшинстве, это, конечно, похвально для ребят, то, что они закусили у дела. Для Мурома, ну и для муромлян, для болельщиков. Это был такой тест, проверка уровня команды, я имею в виду силовое направление в игре, скоростную работу в игре. И здесь нам, конечно, есть над чем работать. Времени для такой работы у Мурома немного. Уже 23 июля красно-черных будет тестировать другой именитый клуб, который еще два года назад бился в премьер-лиге с такими грантами, как ЦСКА, Спартак и Зенит. Второй матч в золотой группе А Муром проведет с Уфой. Болеем за наших. Юрий Иринчук, Егор Бельгер, Артем Корнилов. Наши новости.